Это было в гостях. Издатель этой книги, да, что... Короче, издатель этой книги, Галя Соловьева, все претензии к ней. Галя, идите сюда. Я буду разговаривать, а вы сидите. Здравствуйте, да, спасибо. Здравствуйте. Дорогие друзья, вот. Слушайте, совершенно не ожидали. Мы начали эту серию «Азмка, поэзия», ну так, спокойно, Набоков, Ахматова, все такое. Ну вот дошло до Дмитрия Львовича, и нам же случилось. Спасибо вам, Галя, на добром слове. Я очень счастлив, дорогие друзья, вас видеть. Я ожидаю любых провокаций от вашего города. Громче, запросто. Спасибо. Понимаете, я школьный учитель, и мне покрыть этот зал голосом небольшая проблема без микрофона. Если вам так больше нравится, я готов. Но, когда мы обсуждали, как это все устроить, я сказал сразу, что предпочитаю отвечать на вопросы. От себя я скажу только два слова. Прежде всего, я очень счастлив, что вы здесь, спасибо. Я понимаю, что вы обещали Шнурова, но ничего не поделаешь. Значит, что касается вот этой книжки, которая называется «Темпель». Ровно 15 лет назад у меня в Петербурге, в Москве меня никогда не считали за поэта, вышла книжка «Призывник», куда вошли стихи за первые 15 лет моей, условно говоря, работы. А книжка «Темпель», она была предсказана Александром Житинским, великим питерским писателем и издателем, который сказал, лет через 20 ты издашь «Темпеля». И вот я его издал, правда, чуть пораньше. Это не конец далеко, будут еще споры. Но пока вот она знаменует расставание с определенным возрастом. Мне показалось, что 50 лет можно подвести некоторые итоги. И я эту книжку, спасибо большое Аспуке, и конкретно Галле Славевой, здесь издал. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, мнения, я весь ваш. Если нет, я просто буду читать стихи, это для меня самое легкое дело и самое приятное. Но я бы на вашем месте поспрашивал, честно вам сказать. Спасибо. Спасибо. Поэтому задавайте любые вопросы, все, что хотите. Дорогие друзья, как обычно, в порядке регламента, поднимайте, пожалуйста, руку. Я подскажу с микрофоном, и вы спрашиваете. Подождите секундочку, я помню. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, Дмитрий Ильбович. Где вы учились? Скажите, пожалуйста, каковы истоки вашего таланта и творчества? Спасибо. Исток всего, что я пишу, это страх смерти. А что касается обучения, я учился на журфаке МГУ, который давал очень неплохое образование. Главным образом потому, что открывал широкие возможности для самообразования. Всегда можно было сказать, что вы в редакции, на практике. Идти в библиотеку и самообразовываться. Обязательно было присутствие только на языковых курсах. И поэтому я более или менее знаю английский и читаю по-французски. Произношение я бы работать так и не смог. Образование наше было своеобразное. Я много раз рассказывал. Мы ненавидели все идеологические предметы. А это был 84-й год и уже как бы сквозь советскую власть просвечивало ее печальное будущее. И наша преподавательница по истории зарубежной коммунистической печати была из кружка Аллы Андреевой, у Давыда Нила Андреева. В результате весь семестр, когда надо было изучать коммунистическую печать, мы изучали розу мира. И к моим 16 годам, она у меня отскакивала, я поступил в 16, она просто была мне известна наизусть. И в кружке Андреевой я бывал. И когда мне надо было отвечать, что такое нео-рейниши цайтунг, первая рабочая газета, я ответил, что Маркс был внешне очень похож на итальянского шарманщика, входил с Энгельсом по дворам, кричал, пролетарии всех стран подайте на нео-рейниши цайтунг. А Энгельс с помощью попугая вытаскивал судьбу. И так они собирали деньги на коммунистическую печать. Получил пять и спокойно ушел. Понимаете, у нас легкое было отношение к идеологии. И я страшно благодарен Журфаку, потому что он давал самое ненавязчивое, самое свободное образование. Я эти пять лет, ну, с разрывом на армию, провел наиболее радостным для себя способом. Кстати говоря, многие стихи там написаны, вошли вот в эту вот книжечку призывник. Если не будет вопросов, то я опять буду их читать. Но я надеюсь, что обойдется. Да. Дмитрий Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить у вас про ваш личный опыт преподавания в университете в Москве. И, насколько я знаю, больше не преподаете. И по каким причинам вы решили оставить университет? Я преподаю, но не в университете. Я преподаю в школе. Школьные преподаватели в большом дефиците. И выгнать меня оттуда по идеологическим соображениям совершенно невозможно. А в разных вузах я преподавал. Преподавал я в МГИМО. Там мне дали понять, после пяти лет довольно, в общем, счастливого преподавания, что мой оппозиционный имидж не очень сочетается с этим официальным вузом. Ну и пришлось мне два года преподавать в Принстоне. Что, конечно, было мучительно как-то. Потом я некоторое время преподавал в высшей школе экономики, таком своеобразном гютенрате нашего образования. Некоторое время преподавал на журфаке, но вдруг оказалось, что тоже я с ним плохо совместим. И поэтому я продолжаю оставаться в школе, которую я, слава Богу, никогда и не бросал. Потому что в школе как-то умеют защищать своих, а в университетах это делать трудно. Может быть, потому что школа наша частная и не так зависит от государственного финансирования. Но все мои студенты продолжают ко мне приходить. Летом живут у меня на даче и обрабатывают ее. В общем, я с ними очень дружу. Сейчас я веду такой курс, который называется «Быков и дети». В нашем лектории «Прямая речь» в Москве. В Питере пока не сподобились его сделать. Shame on you. Я очень рад и готов сделать его и у вас. Поскольку подростки, нуждающиеся в чтении хороших текстов, наверняка есть и в Петербурге. Трудно в это поверить, но думаю, что так. И вот те дети, которые ко мне ходят сегодня, которым 13-14 лет, а это наше действительно очень светлое будущее. Они настолько быстроумные, настолько начитанные, настолько жадны к знаниям, что, думаю, через пять лет они, раз уж у нас не получилось, возьмут судьбу страны в свои руки. И как-то ненавязчиво, осторожно, доброжелательно ее исправят. Это мое твердое убеждение. Поэтому я с таким оптимизмом смотрю в будущее. Потому что я имею дело с детьми. Чем люди старше, вот как я делаюсь уже, тем они пессимистичнее. И это понятно. Потому что у нас уже впереди раскаяние и смерть, а у них впереди молодость, власть, здоровая и счастливая жизнь. Те из нас, кто до этого доживут, уверяю вас, поймут, что мы жили не напрасно. Вот это то радостное, что я вам могу сообщить. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, ваша любимая... Пожалуйста, без вопросов с места по очереди. Я к вам подойду обязательно. I know. My favorite English writer. Если говорить об американском англоязычном, то это, безусловно, от Роман Капотта. А если об англичанах... Понимаете, у меня сложное отношение к Чистертону. Иногда я его люблю, иногда ненавижу. Но чаще люблю. Правда, больше я люблю его не в оригинале, а в переводе Натальи Трауперк. Как говорил Довлатов, мной нелюбимый, многие американские тексты, в частности, Ваннигут, проигрывают в оригинале. Но Чистертон, наверное, Уайт, безусловно. Я понимаю, что многих испугает то, что вот как бы два моих любимых писателя, Уайт и Капотте, они были, скажем так, нестандартно ориентированы. Но проблема в том, что женщина существо грубое, приземленное, а они были слишком возвышенными, слишком романтическими натурами, чтобы любить женщин. И поэтому вот они единственные, кому я это не то чтобы извиняю, а как бы игнорирую. Как говорил Болдуин, я не гомосексуалист, родившийся писателем, а писатель, случайно родившийся гомосексуалистом. Вот Капотте и Уайт, два моих любимых многоязычных автора. Но я очень люблю Киплинга, я очень люблю Стивенсона, я очень чту Моэма, не всякого, а в основном периода, примерно с 10-го по 20-й год. Ну, периоды Эшендона, условно говоря. Мне очень нравится Гулсуорсия, особенно не сага, а конец главы. Ну, что касается американцев, то Джозеф Хейлер, безусловно, с которым я даже имел счастье однажды выпивать, когда еще я пил, и он еще был жив. Из нынешних американцев, наверное, Марк Данилевский, наверное, Джейси Булл, «Наверное, Дуглас Дорст». Ну, вот у меня такие странные пристрастия. Я реалистов не люблю. Люблю фантастик. Я глубоко убежден, что скоро мы с Азбукой многих хороших американцев переведем. Напоминаю, что представитель издательства Азбука сидит здесь, и все гадости о книге вы можете сказать им. А все радости мне. Дмитрий Львович. Вот я здесь. Мой вопрос касается следующего. Мне довелось быть свидетелем одного из ваших самых главных, ну, на мой взгляд, таких важных произведений, которые происходят вот в жизни, в прямом эфире. Это ваше шоу на Сити-ФМ. Оно, казалось, могло продолжаться долго, долго, бесконечно. К сожалению, петербуржцы вообще мимо этого прошли. Вот скажите, может ли это когда-то вновь начаться и продолжиться, и, может быть, стать более глобальным? У меня было много любимых проектов. И «Времечка», которое закрылось, и Сити-ФМ, которое прекратилось, и ряд изданий, которые закрылись. Все это, если верить нашим прекрасным детям, скоро к нам вернется, и вы будете тому свидетелем. Ну, а если нет, понимаете, то, значит, зрители плохо смотрели, а слушатели плохо слушали. Они не смогли нас за... в качестве журналистов. Нам-то, в общем, не обидно. Мы найдем, куда себя пристроить. Частный извоз, репетиторство, сочинение романов. Я абсолютно убежден, что мы в скором времени приживем большой ренессанс прессы. Для этого нужно всего ничего. Но озвучить это всего ничего я не могу. И полагаюсь лишь на вашу петербургскую догадливость. Спасибо. Здравствуйте. Вот вы сказали, есть пять-шесть авторов, дарящих читателю радость, узнавание, точное слово, угаданное ощущение. А что из недавно услышанного, прочитанного или подсмотренного вам такие впечатления подарило? Ксения Букши, безусловно. Мне очень понравились и продолжают нравиться последние тексты Петрушевской, хотя она автор старшего поколения, но она остается вечно молодой в силу своей гениальной одаренности. Мне очень нравится то, что сочиняют 15-летние. Я сейчас вхожу в жюри такого конкурса класс, и все, что они присылают, очень интересно и перспективно. И завтра у своего поколения я почти никого не могу назвать. Вы должны понимать, что конкуренцию, зависть, цельдеризм никто не отменял. Я своих хвалить не буду. Просто мне очень нравится Алексей Иванов. Он человек талантливый, крепкий, профессиональный. Тексты его мне нравятся через один, но это очень хороший процент. Свои мне нравятся через два. А вот его почти все. Он молодец. Ну, к счастью, очень многие авторы отпали в последние три года, потому что они впали в такое условно-патриотическое помешательство, и стало видно, кто есть кто. Я очень рад, что они для меня больше не существуют. Стало больше свободного времени. У вас, я думаю, тоже. Да и у них. Здравствуйте. А я тут? Сбоку, с другого. Еще с другого? Да. А этот сектор вообще лучше подготовился. Да, пожалуйста. Хотелось бы спросить, как вы относитесь к творчеству Егора Летова? С большим уважением. С тем большим уважением, что Егор Летов был единственный человек, который сразу после публикации ЖД назвал этот роман выдающимся. Я очень люблю Егора Летова. Хотя я понимаю, что это автор не для всех. Вот его поклонников Владимир Мединский, мой коллега Бангемо, назвал маргиналами. Я считаю, что маргинал это комплимент. Чем быть в таком мейнстриме, лучше мы будем маргиналами. Я Летова люблю и как композитора, и как поэта, и как мыслителя. И особенно мне нравится в нем то, что он вовремя умер. Я не могу сказать, что я это одобряю, но его жизнь такой же законченный художественный текст, как его стихи. Он выдающийся, настоящий парт. Спасибо. Все маргиналы дружно от этого родительства. Добрый вечер. Рано или поздно этот вопрос, я думаю, кто-нибудь дозадал бы. Я, видимо, буду первым. Как вам тайные виды на гору Фудзиана? Подробно ответил на это и в лекции соответствующей, и на Эхе Москвы. Мне очень понравился это. Но я признаю, что это не новый шаг, о возвращении к прежнему. Как мы вернулись к 90-м годам, так и Пелевин вернулся к своим излюбленным приемам. Герой абсолютно неотличимый от героев дженерейшн или чисел. Юмор такой же, отчасти филейтонный, отчасти эллигический. Прекрасный роман, который воспринимается с тем радостным чувством, с которым возвращаешься в Шереметьево, допустим, из Таиланда. Смотришь на эту погоду вокруг и испытываешь горькую гордость от того, что ты опять во всем этом. Вот нечто подобное я испытал, читает роман. Когда-то Пелевин дал замечательную формулу. Он сказал, были совки, которых интересовалось что-то, кроме выживания, а пришли пупки. Вот про этих пупков он написал замечательный, горький, пронзительный роман. И женщинам досталось. В общем, книга, доставившая мне море горького удовольствия. Очень горького, но удовольствия. У меня есть примета такая внутренняя. Пелевин начинает хорошо писать, когда хоронит эпоху. Значит, наша эпоха близка к завершению. И это не может не радовать. Правда, вспоминается мне, вы знаете, армия сыграла большую роль в моей жизни. Не знаю, у меня одна книга называется «Призывник», вторая «Дембель». Я помню один замечательный разговор, который был у нас в палате. Лежали мы втроем, инфекционная была палата, я болел корью, запоздалый. И один сказал, вот еще один день прошел, еще ближе к лету, другой сказал «И к Дембелю». И третий мрач я закончил, и к смерти. Вот то, что мы вернулись, это и радостно, и довольно трагично, потому что на эту петлю времени ушли наши жизни, которые мы могли потратить с гораздо большей пользой. но роман все равно удающийся, и Виктор Олегович все равно гений. Спасибо. Всегда приятен писатель, который хвалит коллег. Согласитесь, нас таких немного. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Я хочу спросить вопрос по поводу вашей недавней статьи в СНОБе. Вы там рассуждали о юморе в клипе Слепакова про Петрова и Баширова, да? Вы говорите, что там полностью не смешно, что нынешнее как бы высмеивание такое перестает быть смешным по сравнению с советским временем, где как бы этим и спасались, а сейчас уже получается этим спастись нельзя. Все сводится к простоте, все сводится к такому как бы не смешному чувству. Вот как вы скажете, на будущее в этом жанре еще можно будет работать? И что вообще смешного будет? Ну, я солидарен с моим мнением, которое вы воспринимаете. А что будет смешного? Юмор перемещается в такую область онтологического. Смешны не политические хухмы, смешна жизнь. Как говорил Мандельштам, ничего нет смешнее, чем шестой трамвай. Почему это смешно? Смешно и все. Мне кажется, что юмор будет становиться глубже, абсурд бытия будет высвечиваться. А вот эта шутка Слепакова, я очень люблю Семену Слепакова, но он мой приятель, как сказал бы представитель почвенного лагеря, он мой товарищ. И даже в каком-то смысле он мой соратник. просто оба этих слов мне совершенно омерзительны. Он не товарищ мне, не соратник, а он мне приятный. Я люблю то, что он делает, мне очень нравится песня «Жопа растет». Я очень люблю песню про вот это ну я не могу ее процитировать, вы поймете, о чем это речь. Член, член, маленький, 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 член, член, геняли песни. Я его люблю. Вот Шнурова не люблю, а Слепакова люблю очень. Ну то есть не то, что не люблю холод. Чтоб я не любил однако причем то очень выдающимся. Прохановым как меню. Ну Слепакова я люблю, он милый. Просто шутить про Петрова и Баширова, а Петров и Баширов смешны без него. Ну это смешно будет нарастать, его становиться все больше. И когда мы уже начнем просто в открытую хохотать над информационными программами, а мы уже это делаем, значит вот эпоха действительно переродилась, возродилась. Здравствуйте. Подождите, я не добываюсь. Я все хочу просто сказать. Понимаете, юмор довольно такое рабское свойство. Это свойство адаптивное, приспособляющееся. Вот когда мы перестанем скалить зубы и начнем ими кусаться, будет лучше. Это я вас ни к чему не призываю и никакого нет экстремизма, нет. Я просто говорю, что шутите век шутите, как вас на это станет. Это не экстремизм, нифига, это грибоедов. Шутите век, шутите, как вас на это станет. Мне кажется, что прошло время хихикать, пришло время действовать. Ну, то есть строить, созидать. Вы же понимаете все то есть юмор он закончился. Это одна из причин, по которым я соскочил с гражданину поэта. Хватит хихикать, давайте жить. Пожалуйста. Дмитрий Львович, как вы относитесь к творчеству Бориса Пастернака? Ну, неплохо в целом. Мне нравится. Идет без проволочек и тает ночь пока. Над спящим миром летчик уходит в облака. Он утонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла, блуждают, сбившись в кучу небесные тела. И страшным, страшным креном, к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут в лечный путь. Под ним ночные бары, чужие города, больницы, санитары, вокзалы, поезда. Париж из-под крыши, Венера или Марс, следят, какой в афише объявлен новый фарс. Кому-нибудь не спится в прекрасном далеке, на крытом черепице, в старинном чердаке. Он смотрит на планету, как будто небосвод, относится к предмету его ночных забот. Не спи, не спи, работай, не прерывай труда, не спи, пари с дремотой, как летчик, как звезда, не спи, не спи, художник, не предавайся снук. И что, да? Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Львович, только что с фильма про Грин-де-Вальда. И скажите, перестанет ли Джонни Депп быть когда-нибудь Джеком-Воробьем? И не проклятие ли это непройденного квартала? Если это все-таки проклятие, то снимите его наконец-то, пусть он перестанет быть капитаном. Хорошая мысль, спасибо. Понимаете, когда Джонни Депп приезжал в Москву, я его интервьюировал и спросил его, почему Джек-Воробей такой любимый герой. Он сказал, потому что добро и зло больше никому не интересны. А интересный человек, про которого вы не знаете, что он сделает в следующую секунду. Он действительно заложник Воробья. но Воробей очень долгое время был таким универсальным новым трикстером, новым любимым. Почему мне нравится, что он сыграл Грин Девальда и что Джанки Роулинг вернулась к теме Гарри Поттера? Потому что, наверное, вот сейчас важную вещь скажу, потому что, наверное, мы вступаем во времена, когда добро и зло опять имеют смысл. Когда это опять однозначно, когда нужно от Трикстера вернуться к праведнику, и то, что она решила рассказать нам историю Дамблдора и обернуться к истокам первой магической войны, вы понимаете, что имеется в виду период между мировыми войнами, это обнадеживает. Это значит, что она что-то поняла. Меня часто дети спрашивают, неужели Джан Роулинг так умна, как вам кажется? Нет, Джан Роулинг совершенно не умна. У нее случайно попала молния. Понимаете, когда Трикстер не произносит свои пророчества, у нее меняется голос. И она не помнит, что она говорила. Когда Роулинг произносит свои тексты про Гарри Поттера, в нее ударяет молния какого-то сверхзнания. И то, что она обратилась к периоду первой магической войны, это не конъюнктура, это не жажда денег, это желание докопаться до истоков кошмару 20-го века. Это обнадеживает, это дает надежду, что мы преодолеем эти ужасы, до сих пор не отрефлексированные и не понятые. Ведь, понимаете, сейчас столетие Первой мировой войны позволено понять только о том, мы так до сих пор не знаем, из-за чего эта волна зверства нахлынула на мир. Я надеюсь, что Джан Кей Роулинг нам это объяснит, и то, что вместо Трикстера Депп играет абсолютное зло, это тоже очень обнадеживает. Обнадеживает еще и в том смысле, что он же полностью разорился. Хочется надеяться, что эта роль поможет ему хоть как-то восстановить свои деньги. А это не последняя вещь для художников. Да? Добрый вечер. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, произведение зарубежных авторов для читающего подростка 12 лет. Мальчик или девочка? Девочка. Ну, прочли многое. Луизу Майолка. Завтра для чемпионов в Ваннигуте. Для девочки самой. И вообще для человека в 12 лет идеальная книга. Завтра для чемпионов. И если понравится, то Бонни номер 5. А почему в Ваннигуте? Да вы знаете. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос. Даже два. Не, можно два. Говорите, говорите. Что вы чувствуете, когда пишете? Счастье. Какие основные цели для вас существуют в поэзии? Поэзия и цель одна справиться со своими демонами. И в просьбе, пожалуй, тоже. Я пишу в целях аутотерапевтических. Потому что, сами понимаете, ни денег, ни славы на этом не стяжаешь. Славу можно приобрести в качестве электро. Деньги даже не знаю как. Иначе бы уже приобрел. А стихия это для того, чтобы не сойти с ума. Вот это единственная цель, которую я преследую. И состояние, которое я при этом испытываю, это счастье, восторг, блаженство. Чего и вам живут. Извините, я хотел бы сказать еще. Пожалуйста. Отдаете ли вы отчет сознательному действию, когда пишете? Нет. Отдаю пишу прозу, да, когда стихий. Спасибо. Ну, то есть, я не имею в виду того результата, который получается. Собираешься вроде написать обычный стихтуалин для новых газет. Вдруг батша дала. Совершенно не пестижу. Здравствуйте. А как приводность к Такешу Китанову? К фейерверку с глубочайшим уважением. К остальным фильмам прохлады. Почему не знаю. Но он все равно гениальный человек, замечательный артист, сильный режиссер. Я вообще считаю, что человек, преодолевший физический недостаток и сделавший из этого визитную карточку, он гений. Так что, если вы увидите, то передадите. может быть, он только моего умения и ждет. Дмитрий Егорович, мне хочется сказать вам большое спасибо за Пастернака, Цветаева, Цветаеву и Ариадну. А вопрос мой вот в чем. Как вы относитесь к прозе Марины Степновой? Марина Степнова мой коллега, моя коллега, и мы дружим, поэтому хорошо. Я ко всем хорошо отношусь. Помните в литературных анекдотах говорит Герцен, все писатели хорошие, один Лев Толстой хам, потому что граф. Все писатели хорошие, я всех люблю. Тут приходят вопросы на почту, извините. Да. Здравствуйте. Сегодня попался ваше интервью в проекте еще не поздно, и там вот такие слова зацепили. Вы сказали, что правителям до Путина можно было ничего не делать. И включайте включительно. То есть и он тоже получается ничего не делать. Он имитирует. Хотелось бы просто конкретизаться, если можно, вот этих слов. Нет, никакой конкретизации. Что сказал, то сказал. нет, нет, нет. Ну, зачем конкретизировать? Хорошо, пожалуйста. Вы там передайте начальникам, что я хитрый тоже малый, опыт у меня большой. Почитать? Почитать, правда? Сейчас еще вопросы у нас есть, просто пробраться не могу. Полсекунды. Пока пробираются, можете сказать о Сергее Марине Диченко антиутопии? Это мои любимые современные авторы, мы близко дружим. Марина и Сережа написали несколько романов, которые я уже считаю классическими, великими. В первую очередь «Долина совести», «Армагетон», «Пандем», «Ситрология скитальца», «Луч». Это великие писатели. Я горд и счастлив, что я с ними знаком, что я у них бываю. Люди горькие, трагические судьбы, вынужденные жить в добровольном, но все-таки изгнании. Я абсолютно уверен, что когда главные книги нашего века будут называть, Вита Носра будет на первом месте, но на одном из первых. И никто пока не поднялся до этого уровня, даже они сами, что они сознают. Я очень их люблю, и по-человечески, и литературно, и они для меня образцы еще и литературного поведения, потому что они помогли огромному количеству молодых авторов. В общем, Марина и Сергей Диченко это мои кумиры, пожалуй, и я счастлив, что они ко мне тоже очень неплохо относятся. Здравствуйте, Дмитрий Егорович. Я хотела вас спросить, вы говорили о том, что русская литература, вообще русская поэзия закончилась, и она уже как контекст, как поток не существует. Я этого не говорил. Ну, почему-то так написано на сайте буквоет, но ладно. А если она не закончилась, то... Я говорил, что закончился определенный этап ее развития, но это не означает, что она закончилась. Когда окончается молодость, поверьте мне, вся жизнь еще впереди. Я хотела спросить, на каком именно поэте, если такой все-таки есть, произошел этот перелом? И что должно произойти еще раз, чтобы русская поэзия пережила еще один перелом? Спасибо. Чтобы она пережила перелом, должна измениться русская жизнь. Последним великим поэтом, мне кажется, было Куджало. Но время идет, растут новые замечательные люди, и я уверен, что они нам подарят... Понимаете, человек не может, особенно поэт, не может быть совсем независим от эпохи. Эпоха должна предложить ему что-то новое. Пока идут самоповторы. Но я уверен, что эта новизна ударит нам в глаза очень скоро. Я прочту, раз уж мы решили почитать, я прочту один текст как раз к окончанию, к столетию окончания Первой мировой. Был такой спектакль 1914, 1914, в Амхате, его делал Саша Молочников, я туда писал три зонга, такую маленькую ораторию, и вот конец войны там была знаменован таким оптимистическим зонгом. Я петь не буду, с вашего позволения, но прочту максимально рэпно, максимально ритмизованно. Ну вот оно все и кончилось, царившее в мире зло, ну вот оно все и скорчилось, накрылось и упал зло, отныне не будет ближнего боя и злобы и суеты, а только небо сплошь голубой и бабочки и цветы, нам больше не будут сниться фасгенные облака, француз обнимет австрийца, австрийц сибиряка, бельгийц обнимет немца, с Парижем споет подстам, голодный скажет наемся, богатый скажет раздам, для пули отныне только тир, уже никто не дезертир, ликует солнце, воздух и вода, поскольку мир, 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 отныне мир, мир, или больше сроду, сроду никогда закончились все прощания, разлука упразднена, виновна во всем Германия, и платит, пускай она, но мы простим и Германию Божию, и наш порыв объясним, поскольку немцы, ведь люди тоже, пусть платят, а мы простим, нет, никакой обиды, а только светлая галь, остались лишь инвалиды, которых, конечно, жаль, и пусть бы они не очень обрубками тут трясли, напоминая, прочим, что боги не всех спасли, берите все на братский пир, заполним хохотом эфир, пусть мне двадцать лет и даже сто, навеки мир, 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 всеобщий, мир, 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 и больше сроду, сроду ни за что, пусть Англия в вальсе кружится, Италия пиццу ест, ведь после этого ужаса на войнах поставлен крест, не может быть повторения безумных всемирных драк, хоть русские тем не менее бунтуют, но это так, да здравствует Лига Наций, большой мировой конвент, как говорил Гораций, лови, так сказать, парент, пускай зарастут окопы, пускай затянутся рвы на старых костях Европы, волна молодой травы, пора домой в уют квартир, где спальня, ванная и сортир, а если повезет, то телефон, до веки мир, 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 желанный мир, 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 и дальше только, только, только он, а дальше только Сталинград, а дальше только Ленинград, Судеты, Варшава, Триест, Катынь, Катынь, Тулон, Берлин, Одесса, Ржев, Орел и Клин, Освенцы, Майданик и Брест, ни Бога, ни черта, ни жалость, ни милость, ни вера, ни сил, ни добра, а дальше такое, что вам и не снилось. Спасибо, прощайте, ура. АПЛОДИСМЕНТЫ, Спасибо большое, Виктор Шендерович. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, как вы оказались в Совете Федерации, вычитывая вашу оппозиционность? И второй вопрос, короткий, ваше отношение к творчеству Виктора Шендеровича, не кажется ли вам, что он здорово подражает Жванецкому? Совершенно подражает, абсолютно другой стиль. Шендерович мой друг, но я не потому его хвалю, что он друг, а друг, потому что хвалю. Мы довольно близкие, творческие, человеческие. Витя мой, один из моих идеалов тоже и творческого, и человеческого поведения. Тот же, был совместный вечер в Москве, где мы вместе не прочли ни одного своего текста, а только Бродского и Самуэлла. Ну, в общем, я очень его люблю. Как и оказалось, я ведь в федерации, понимаете, я расскажу вам, но при условии, что это не выйдет за пределы этого. Ну, в общем, понимаете, я часто хожу, я нарочно без микрофона, не надо, не надо. А зачем вам? Я довольно часто хожу, ходил, пока она была открыта, но она скоро откроется опять, в рюмочную на Никитской. И там был один замечательный учитель истории, специалист по истории Кавказа, с которым мы регулярно обсуждали педагогику, методику, историю и так далее. А он случайно оказался членом Совета Федерации, о чем я понятия не имею. И пригласил меня там выступить. И поскольку мои друзья, а он коллега, старый учитель с хорошим стажем, я ему не отказывал. Мне показалось важным какие-то вещи там высказать вслух. Необходимость экстремальной педагогики, ненужность идеологии в школе. Вот так оно и получше. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Литературному Институту имени Горького и набрали бы вы когда-нибудь свой курс там? Я отношусь к нему резко отрицательно и поэтому не стал бы набирать своего курса Литературный Институт по-моему Аксюм Морони примерно как горячий снег. Писателя надо обучать не писательству. Это бессмысленно. Его надо обучать как с этим жить. Учить другим профессиям переводу, педагогике, журналистики, если хотите. Пастернак говорил, что Литеринститут гениальная ошибка Горького. Мне кажется, что это верно и замечательным подтверждением тому является недавний инцидент между двумя знаменитыми выпускниками Литеринститута вчерашние. Мне кажется, если бы их правильно учили, этого бы не случилось. Добрый вечер, Дмитрий Литеринович. Я как раз представитель того самого юного поколения. Подскажите, вот родители нас уже воспитали. Что нам читать, чтобы воспитать самих себя? Он сказал, что надо читать. Хорошо. Пора действовать. Как сказал Моуджи Дун, сколько ни читай, умнее не станешь. Тогда не могли бы вы дать нам какое-то напутствие? Я однажды Ченгиза Айтматова спросил, какие два главных совета вы могли бы дать молодому поколению. Он сказал, не лги и почитай родителей. Вот это единственное, что я мог бы посоветовать. Этого совершенно достаточно. Спасибо. Как вы находите время читать новые книги, фильмы, спектакли? Я не пью. Как вы относитесь к деятельности Людмила Владимировна Петрановская? С любовью, уважением и надеждой. Она очень талантливый человек. И я всех люблю. У нас еще живые вопросы есть. Пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Здравствуйте. Я здесь. Я вижу. У меня чисто преподавательский вопрос. Я заметила, что все, что вы рассказываете, независимо от темы, очень интересно слушать. Ой, извините. Так вот, у меня вопрос такой. Это врожденный дар у рассказчика или это какой-то сознательный лекторский прием. И если лекторский прием, то можно ли научиться этому? Это наследство от матери. Ведь, понимаете ли, я воспитан на ее уроках. Она мне, она же окончила эстфил или филист, как они называли себя, эстфилионок и филистерчик, филолога исторический факультетом пуговую, ну, тогда МГПИ. И она на мне отрабатывала свои уроки. Мне было пять лет, а вместо всякой красной шапочки я выслушивал историю средних веков, которую она на тот момент преподавала. Сейчас она преподает только литературу, но историю знает. И вот на этих рассказах я возрос. Клянусь, вам это было гораздо интереснее, чем потом в школе. И вот как-то, знаете, вот действительно, да, рассказчика, видимо, наследуется. Даже когда сейчас мать мне рассказывает о том, что я все делаю неправильно, это очень интересно. Всегда увлекательно. Кстати, мать мне недавно рассказала очень хороший анекдот. Он мне очень нравился. Он тоже очень интересный, тонкий. Мы обсуждали проблему, почему ей так не нравится моя личная жизнь, и она мне рассказала гениальный анекдот. Мальчик показывает маме фотографию, говорит, мам, угадай, кто из них моя девушка. Вот это. Как ты догадалась? Я ее ненавижу. Вот это тоже интересный феномен психологический, хороший. Ну и, ну да, и во-первых, от матери. Во-вторых, Олег Родзинский, сын Эдварда, тоже хорошего рассказчика, наверное, правильно сказал. С удовольствием читается то, что с удовольствием пишется. Я получаю удовольствие от разговоров о русской литературе. Может быть, поэтому это интересно слушать. А кроме этого все ведь бессмысленно, правда? Я Белевина однажды спросил, видите, как по-вашему есть ли загробная жизнь? А то, что вы понимаете под жизнь? Я говорю, любовь, творчество, дружба. Да глядитесь вокруг, и здесь-то ничего нет. Вот кроме этого ничто не имеет смысла, поверьте, правда. Насколько терпимо вы относитесь к чужой безграмоте? К своей с отвращением, к чужой очень спецходительно. Можно ли быть дельным человеком и вечно путать вся и тя? Нет! Нельзя! Если вы такую элементарную вещь не можете запомнить, как вы будете отличать Навального от Путина? Здравствуйте, Дмитрий Ильбович. Я здесь. Не вижу. Обернитесь немножечко. Теперь вижу здорово. Я хотела бы у вас спросить, как вы относитесь к творчеству Михаила Шишкина? Хороший писатель. Я же всех люблю. Просто, понимаете, ну а зачем вам знать, как я отношусь к его творчеству? Вам же нравится Элата. И слава Богу, у него очень хороший роман «Венерин волосы», мне кажется, замечательный. Взять и Измаил интересный. Нет, хороший писатель. Он открыл мне вальсера, до него я не знал этого писателя. Нет, замечательный писатель. Почерк о Шарове сейчас замечательный. Нет, молодец. Да все молодцы, вы молодец. Да. Я чувствую, пришло время для стежков. Еще один вопрос. Пожалуйста. О ваших детках можете рассказать для опыта, для молодежи? О моих детках? Да. Я не знаю, может ли молодежи пригодиться их опыт. В основном в смысле толерантности. Они меня терпят очень хорошо. Дочь моя, Женя, которая ныне психолог, единственный человек, на котором мои дикие вспышки гнева, когда они действовали. Стоит мне бывало заорать, и все в доме, включая собак, забивалось в щели, и только Женя с тихой улыбкой говорила, о, быка флютует. Все сразу приходило в ночь. Правильное воспитание. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Подождите, я зачитаю, тут правильный вопрос. Обращаю ли кто-нибудь внимание, что если сомнить два эпизода очень разных произведений, Узюкинский шахматный сеанс и Одиссеево полифема, бросается в глаза масса параллелей. Не только на это, обращали внимание, есть, на мой взгляд, очень полезная статья Жалковского «Бендера в Цюрихе», где Ленин в Цюрихе с Луженицына рассмотрен, как вариация Высюкинского эпизода. И сюда же подобраны все литературные аналоги. Потому что мы с вами не первые, кому это пришло в голову. Жалковский все успел написать до нас. И это очень правильно. Но я ему передам, что этот вопрос был задан, ему будет приятно. Здравствуйте, я хотела спросить, можно ли выработать вкус к литературе и, в принципе, писательский навык, или с этим можно только родиться? Да выработать можно, это не проблема, но это происходит не через чтение. Вот ударит вас жизнь как следует, не дай Бог, конечно, и вы поймете, что кроме литературы у вас ничто не утешка не спасет. травимый подросток. Я вот люблю преподавать либо в классах отличников, они и так не в ротике, либо в классах, где, ну, трудные, советово трудные, невыносимые подростки. Я все время цитирую вот эти слова одного моего ученика. «Львович, я совершенно как Базаров, я совершенно не умею с людьми». Вот это правда. Для них это живая проблема, понимаете, не классический текст, а реальная психическая болезнь, выход, из которой они умеют найти. И литература не нужна здоровому человеку, литература нужна невротику. Когда вы станете невротиком, она вам поможет, и у вас тут же появится вкус к литературе, как компенсация вашей психической травмы. А если вы здоровый, нормальный человек, у вас нет и не будет вкуса к литературе, будет вкуса к духам, к сериалам, к пище хорошей. Это тоже все очень полезно. Очень полезно. Да? Здравствуйте, Дмитрий Малович. Вот у вас, я чувствую, уже есть вкус к литературе. Мы с вами люди нервные. Давайте. Вы сказали о том, что вы спасаетесь от страха смерти посредством преподавания и писательства. И писательства. Многие люди, к сожалению, не могут отпечататься во времени, в вечности посредством тех или иных вещей. И для того, чтобы спастись от страха смерти, от страха бессмысленности жизни, они ищут, изучают идеи, мысли других людей, которые являются для них авторитетными. И таким образом они... Бессмысленно совершенно. Только секс. Но все-таки вы не могли бы высказать свои соображения относительно эту тему. Только секс. Человека может спасти только человека. Понимаете, у Александра Веденского, одного из моих любимых авторов, есть великие слова. Кажется, что с женщиной не умрешь, что с ней есть... что в ней есть вечная жизнь. И когда мне не помогает литература, то ничего, кроме другого человека, конкретного человека, мне не может помочь. Мне так повезло, что у меня есть этот человек. Никакая литература не спасет от ужаса небытия, от ужаса окружающего нас. Понимаете? Никакой шедевр, который вы напишите, не заменит вам жизни. Это горькие слова, но ничего не поделаешь. Я уверен, у вас есть все данные для того, чтобы это утешение найти. Вот в литературе не у всех, а в жизни у всех. Великое дело. Мне очень горько это говорить, но ничего не поделать. К сожалению, я профессионал только в литературе. Но и мой любительский уровень меня устраивает. Спасибо. Ну вот, ладно. Дальше я чувствую стежки, потому что как бы душно и темно, и тесно. Нет, пожалуйста, говорите. Я вас вижу. А подскажите, пожалуйста, ваше мнение относительно творчества Михаила Годонова и его метода преподнесения информации и обучения молодежи через юмор и сатиру. Ну, во всяком случае, его разыскания о Рюрике действительно вызывали некоторое веселье. Он был хороший человек. Очень хороший человек. Я не берусь обсуждать его творство. Он умер. Ну, человек был хороший. Это важнее, поймите. Я вам прочту относительно новое стихотворение. Оно не вошло еще ни в одну новую книжку, поскольку оно и написано неделю назад. Сейчас я его найду, я еще наизусть его не знаю. Вы пока можете еще что-нибудь спросить, если вдруг... О чем вы мечтаете? О чем я мечтаю? О чем мечтаете, да. Ну, я хочу, чтобы моим детям груза меня не стоит. Это тот минимум, на который, мне кажется, я в праве рассчитываю. В остальном все, к сожалению, довольно примитиво. Здоровье. Знаете, есть такое мнение, его высказал какой-то физиолог, так, что 90% людей умрет в состоянии деменции, переживет свой рассудок, грубо говоря, выживет из ума. Я бы хотел умереть попозже, но в полном сознании. Вот это мне бы хотелось. Ну, то есть, не в моразме. Один из ваших великих земляков, не люблю слово земляк, Лев Мачалов, мой литературный учитель, еще и 90-летие, мы только что отметили, для меня до сих пор в этом смысле образец. Вот я как раз недавно его 90-летие с ним отмечал и задал ему вопрос, меня мучивший. Граф, а что, по-вашему, все-таки хотел Пикассо сказать Герлоке? Ведь очень странная картина. Как бы вам, Димечка, объяснить, чтобы вы поняли? На картине изображены коровка и лошадка, художник хочет нам сказать, что не надо бомбить мирный городок. Я хотел бы в его возрасте сохранять ту же язвительность, ту же легкость, то же спокойствие, тот же ум. Это питерская черта, на самом деле. Ну вот я прочту вам недавнее стихотворение, свежее. Я думаю, с инициалом героев вы легко разберете. В берберовских записках обнаружен, что женщина, достойная поэм, познала женский рай не с первым мужем, а со вторым, означенным НМ. С НМ была беспомощной и влажной, зато с ВХ суровой и сухой, поскольку он любовник был, неважный, хотя поэт, положим, неплохой. Им легче с третьим, пятым, тридесятым, надежным воркованье и ругне. Мы знаем, что уютнее с суррогатом, что женщина, обжегшись на огне, намерена затягиваться дымом, и что она, как ведает род, охотнее кончает с нелюбимым, тогда как мы совсем наоборот. Пигмалион опасен, голотея, я с ним не стать ни выше, ни равней, ей оторваться нужно поскорее, аргумент имеется у ней. Не важно, что она ему не пара, а важно то, что он в постели слаб. Нет, женщины, что этого удара в прощальной стычке вам не нанесла. Есть болевые точки при расплатах и простота, которой нет правей. Мир не знавал отцов невиноватых, достойных жен, хороших сыновей. Мне это потому и надоело, что жизнь, она не то и не ино, а грубое такое, в общем, дело. Примерно как театр или кино. И если спросит будущий филолог, сыскав в глубокой старости тебя, мол, почему роман ваш был недолг, и вы расстались, якобы любя, и создавать семью не захотели, ты для его грядущего эссе скажи ему, что я был плох в постели. Я извиню, в постели плохи все. Огромное спасибо, Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, к сожалению, время у нас уже подошло к концу. Короче, всем, кто еще хочет поговорить с ее оболком, пожалуйста, побить сестателя тоже можно. Дорогие друзья! За автографом подходим сюда. Спасибо. Дорогие друзья!